Мы встречались с вами в ноябре месяце. Действительно, тогда у нас была информация только по состоянию именно октябрьскому, по запасам влаги. В декабре месяце мы опять отобрали образцы и определили запасы влаги на тестовых полях. Еще раз хочу подчеркнуть, мы берем два тестовых поля в районе. Это хороший предшественник и плохой предшественник. На севере это пар и какой-то не паровой предшественник. Вот, посмотрите, это диаграмма изменения запасов продуктивной влаги, начиная с октября месяца. На что хочу обратить внимание? Конечно, на паровой предшественник. У нас практически весь север и центральная зона увеличились запасы влаги до достаточной степени. Что мы имели в виду достаточной степени? Это больше 100 миллиметров. В той ситуации, которая была осенью, вот такое накопление влаги, мы посчитали его более или менее прогрессивным и дающим надежды на то, что январские осадки, февральские осадки все-таки пополнят запас влаги. Вот на этой диаграмме очень хорошо видно, что все-таки нам нужно думать о предшественниках, которые способны накапливать влагу. Я не настаиваю, чтобы это был черный пар. Но все последние годы, мы 5 лет проводим эти наблюдения, показывают, что все-таки в довольно жестких экстремальных условиях пар дает возможность нам накопить эту влагу. Возможно, у технологов будут свои решения. Но обращать внимание на предшественник, который может накопить влагу, наверное, нам обязательно нужно. Теперь посмотрим, какое количество осадков выпало за период с августа месяца по ноябрь месяц. Я эту диаграмму уже демонстрировала. Это все данные гидромета. У нас с ними заключен договор, и мы покупаем у них эти данные. Это данные с 2010 года. Я тогда говорила о том, что 2020 год по запасам влаги очень похож на 2012, но в данном случае еще можно говорить о 2014. И снижение запаса влаги за вот этот осенний период у нас на 21%. Что же у нас произошло за декабрь и январь месяц? Здесь уже учтены данные января именно по влаге. Обратите внимание, что мы по выпавшим осадкам, это не запасы влаги, а выпавшие осадки. Запасы влаги мы будем определять, поедут у нас по всей области с 8 февраля, и к Агромашу у нас будет эта информация. Но обратите внимание, декабрь и январь нам дал дополнительно осадки. И сейчас, по сравнению с прошлыми годами, мы как-то на среднем уровне. Это тоже, в общем-то, вселяет определенную надежду. Обратим внимание, в каком состоянии находилась почва в декабре месяце. У нас действительно отрицательные температуры на глубине узла кущения не были таких значений, которые бы угрожали посевам. Глубина промерзания, обратите внимание, север только довольно существенная, а на юге, в Приазовской зоне, у нас вообще не было промерзания. Вот север и восток. А вот данные уже января месяца у нас существенно пополнились осадки. Обратите внимание, здесь именно и в виде дождя, и в виде снега. И самое главное, что у нас изменилась глубина промерзания даже на севере. У нас также не было отрицательной температуры существенных на глубине залегания узла кущения. То есть декабрь, январь давали возможность растениям, ну я не скажу так громко, вегетировать, но по крайней мере растения могли расти. Что же у нас было, за это время изменилось? Учет состояния посевовозимой пшеницы проводился 25 ноября и проводился 14 января уже 2001 года. Обратите внимание на цифры, которые приведены здесь. В север, практически северо-западная зона, немножко меняется тех посевов, где нет сходов. За счет чего? В первую очередь за счет того, что у нас появились эти всходы. Те посевы, которые были в состоянии кущения и 2-3 листа, в северно-западной зоне не изменились. Похожая ситуация у нас и в северо-восточной зоне. А теперь обратите внимание на центральную орошаемую зону. У нас существенно уменьшается доля там, где не было всходов, увеличивается доля посевов со всходами и увеличивается доля посевов с 1-3 листа. И появляются всходы с кущением. То есть вот тот относительно благоприятный температурный режим и влажности, который у нас складывался в декабре, в январе месяце, дал нам возможность в центральной зоне немножко улучшить ситуацию. Хотя в северо-восточной и в северо-западной зоне это только выразилось на стадии появления всходов. Если мы говорим о приазовской зоне, вы видите какие разительные изменения для приазовской зоны. У нас существенно увеличиваются посевы со всходами, появляются посевы 2-3 листа и немножечко, 4% всего у нас даже раскустившихся. Таким образом, центральная зона, приазовская зона, южная зона, эти зоны отреагировали на ту теплую погоду, которая у нас была в декабре, в январе месяце. И обратите внимание на посевы, которые были в стадии всходов. Это так называемые невзошедшие. Их тоже проанализировали. Анализ везли по 3 категориям. Это присутствие сухих семян, появление зачаточного корешка и появление калиоптиля. Обратите внимание, что в северо-западной зоне из вот этих вот, которые у нас невзошедшие, у нас практически 52% это появление калиоптиля. 47% это появление зачаточного корешка. И только, ну там, небольшой процент это сухое семя. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки растения продолжают свое развитие. И вот эти вот благоприятные условия дают нам возможность не потерять эти посевы. Когда мы говорим о посевах, состоянии появившихся зачаточного корешка и появлении калиоптиля, то по области, вот в данном случае в северо-восточной зоне они составляют 32%. А в появлении калиоптиля 11% от невзошедших посевов. Вот. Поэтому для вот этих посевов, ну не только для северо-восточной и северо-западной, для всех зон Ростовской области, какую тактику мы вам предлагаем? Во-первых, дождаться, когда появится 2-3 листа. У нас уже есть информация, что песчанка начала кормить, Орловский район начал кормить, Дубовка даже начала кормить, но начали кормить сульфатом аммонии. Нужно подождать 2-3 листа. Обязательно. И тогда вот рекомендуемая доза, это 40 кг на гектар, именно аммиачный селитр. Почему аммиачный селитр? На всех совещаниях говорю об этом, потому что есть нитратная и аммонийная форма. Потому что нитратный 17%. Это единственное удобрение, где нитратная форма имеет такой высокий процент. Действительно, у нас идёт поглощение аммония, идёт частицами почвы, но нитратная форма, она остаётся в почвенном растворе. И действительно, в почвенном растворе нитратной формы в 10 раз больше, чем аммонийной. Да, потом она аммонийная тоже будет работать, но вот на вот этих этапах лучше аммиачной селитры нет. Почему не сульфат аммонии? Потому что, во-первых, аммонийная форма, она поглощается. Когда говорят о том, что сульфат не остаёт, мигрирует точно так же, как нитраты, здесь немножко лукавит. Мы с такой ситуацией сталкиваемся на кислых почвах и сталкиваемся на лёгких почвах. Там действительно сульфатный ион в составе почвенного раствора может перемещаться туда, куда достигает влага, куда она стекает. Но посмотрите, какая ситуация на карбонатных почвах. Аммоний у нас закрепился почвенно-поглощающим комплексом. С чем связался у нас сульфат? С кальцием. Это гипс. Извините, этот гипс далеко не уйдёт. И эта ситуация встречается постоянно на карбонатных почвах. Поэтому я и говорю, я дальше говорю о том, что для сульфата аммонии есть свои технологические ниши. И вот в данном случае это не технологическая ниша сульфата аммонии. Далее, как мы себя ведём на этих полях, где у нас появилось только 2-3 листа. Мы обязательно должны поднять картограмму и посмотреть, какое содержание фосфора именно на этих полях. То есть, если содержание фосфора меньше 16 мг на килограмм, а вам нужно что? Вам нужно провоцировать развитие корневой системы. У вас её нет. Фосфор – это тот элемент, который создаёт условия для формирования корневой системы. И первичной, и вторичной. Конечно, вы не можете сейчас с этим мероприятием выйти в поле, потому что вы выдержнете все растения. Но когда растения достигнут 4-5 листа, когда начнётся укущение, вот приём, который может помочь оптимизировать условия именно фосфорного питания – это внесение ЖКУ. Так как это весна, азота не хватает, и чтобы не делать 2 технологических приёма, можно их совместить. Это внесение ЖКУ вместе с карбамидом в дозе 100 литров на гектар, но обязательно с заделкой и крупными каплями. Для чего? Для того, чтобы ЖКУ и азот в данном случае попали в почву. В этом случае что происходит? Обратите внимание, что такое ЖКУ. Это полифосфат аммония. То есть это не просто химическая формула с катионом и анионом. Это цепочка. И в этой цепочке высока доля ортофосфатов, которые действительно поглощаются растениям. Их 20%. Но и те, что собраны в цепочку, постепенно подвергаются гидролизу. И таким образом вот этот ортофосфат, который поглощается растением, он пролонгированно поступает в растение. Это особенность ЖКУ. И именно эту особенность нужно использовать этого удобрения. Я всегда говорю, у каждого удобрения есть своя технологическая ниша. Для ЖКУ вот в данном случае здесь это или при посеве, или вот при такой экстремальной ситуации, которая у нас складывается сейчас. Нам нужно вот на полях, где нет фосфора, еще раз повторяю, на полях, где нет фосфора и где не вносилось основное внесение. То, что вы дали при посеве, не сработает. Потому что холодно, потому что корневая система только начинает работать. Вот этот прием должен как бы немножко улучшить ситуацию. Теперь по тем прогнозам и по тем тактике и стратегии мероприятий, вот и два листа, и три листа, и четыре листа, и начало кущения обязательно будет дробная подкормка. Мы в прошлом году это уже опробировали, и не только в прошлом году. И вот эта стратегия, она оправдывает себя. Что это будет за подкормка? В какие сроки она будет проведена? Какой дозой? Это уже покажет нам начало вегетации. Когда мы же говорим о посевах, которые уже раскустившиеся, в прошлом году я говорила, всех призывала недостаток влаги. Не кормите сразу, не кормите большими дозами, не кормите посевы, где у вас 3, 4, 5 стеблей. Ведь потом не хватит влаги для того, чтобы эти стебли дальше дошли до продуктивных. В общем-то, так и получилось. Учитывая то, что да, есть у нас пополнение влаги, но мы не знаем, что дальше. Если все-таки дефицит влаги будет, вот эту стратегию также нужно использовать. И самое главное, когда у вас такие хорошо раскустившиеся, очень сильные растения, первую подкормку нужно проводить как можно позже. То есть это уже тогда, когда появятся молодые листья. И здесь вы можете использовать касс, потому что через лист усвоение азота будет намного лучше. Посмотрите, в каком состоянии сейчас те посевы, которые мы считаем хорошее кущение. Обратите, они все вытянутые. Это не фотошоп, это не фотография растянутая. Это реальная ситуация отмытых растений. То есть в этом году у нас нет вот таких вот сильных растений, которые находятся в саде кущения. Вот я выбрала из той информации, которую мы получили. Это Шолоховский, Каменский район, Волгодонской, Боковский. Там, где есть раскустившиеся посевы. И посмотрите, какие они слабые. Они вытянутые. Все правильно. Мы искали влагу, мы хотели найти эту влагу. Мы сеяли глубоко, да, в ранние сроки. Там вы видите, что сроки у нас получаются где-то сентября, начало сентября, вот по Боковскому району, даже конец августа. Что же в этом случае делать? Предлагаем все-таки ориентироваться на влагу. Если больше 130 мм, то тогда вот такой прогноз на там, где 3 листа, 2 листа, 45. И опять же, это аммиачная селитра. Это только мерзлоталая, я говорю. Если у вас более сильные растения, то 45. Если у вас распущившиеся 30. Если влаги меньше, уменьшаем дозу. Однозначно. А если у нас меньше 100 мм, а вы, если посмотрите, зайдете на сайт, данные по декабрю, у нас в 2 трети области в метровом слое меньше 100 мм осадков, то в этом случае мы не кормим померзлоталой. Только померзлоталой. А дальше уже смотрим, как будут складываться погодные условия, как будет пополнение влаги, будет или не будет. То есть контроль за влагой, так же, как и в прошлом году, у нас в приоритете. Не забываем, что у нас все-таки помимо мерзлоталой есть еще подкормка поподсыхающей, есть азотно-фосфорная подкормка, если у нас есть дефицит фосфора, и самое главное, поздняя подкормка. То есть все эти подкормки мы держим в уме. Но осуществим ли их или нет? Да. И вот тоже это данные обсерватории Ваейкова, которая выполняла работу по прогнозу изменений климата в Ростовской области. Они выполняли это в 2015 или 2016 году. На что хочу обратить внимание? Посмотрите. Вот эти районы, которые в прошлом году пострадали от заморозков и от засухи, они на 2000 год имеют цвет фиолетовый, они теряют вот этот вот запас влаги и в тот период, когда температуры положительные, больше 10 градусов. То есть эта тенденция, с которой мы столкнулись в прошлом году, может быть не каждый год, но она устойчива будет повторяться. Ну вот это вот те районы, которые пострадали от морозов и недостатков влаги в 2020 году. Все. Спасибо вам большое. Спасибо, Ольга. Вопрос, Ольга Георгиевна. Ольга, скажите, пожалуйста, выпало за месяц, допустим, 50 миллиметров, да, ну, с Нового года. Но у нас всего, у вас в метровом слое, миллиметры, запас, она всего на штык лопаты промокла. Дальше хоть эскалатором, не знаю, там на 3,5 метра комбайни ничего нет, да. У меня вопрос звучит таким образом, сколько за эти 50 миллиметров, какая там, я понимаю, что нет прямой корреляции, но какая-то там формула есть, расчеты становятся продуктивной влаги. Во-первых, это, эти 50 миллиметров, в первую очередь, пойдут на насыщение более глубоких слоев. Пока они не насытятся выше дефицита, выше максимальной влагоемкости, нижние слои почвы, влага будет перемещаться вниз. Она будет насыщать ниже лежащие горизонты. И только в том случае, когда вот эти вот сухие слои, о которых мы говорим, а что такое сухой слой? Это значит, влаги меньше, чем влажное заведание. Значит, там влага есть, но нет доступной влаги. Мы говорим о нулевом запасе доступной влаги, а горизонт все равно влажный. Так вот, до тех пор, пока у нас не будет насыщения вот этих всех сухих горизонтов хотя бы за пределы метра, все это будет расходоваться именно на поглощение влаги почвой. И только после этого у нас пойдет прибавление продуктивной влаги. То есть влаги, которая выше вот этих влажностей заведания. Очень важно обращать внимание на глубину промачивания. А если все-таки промачивание до глубины метра, очень важно посмотреть, а там на глубине метр какой процент влаги. Я вам говорю, в нашей ситуации все равно все 30 сантиметров в сухую почву. У вас напряженная ситуация останется еще до тех пор, пока у вас не выпадет, может быть, даже больше 50, а может быть, и около 100 миллиметров осадков. Если у вас такая ситуация. А сходы мы получаем. Сейчас вот на Новый год увидели росточки, как только в порядочке стали появляться. Вот эти всходы, они могут продержаться, и все-таки вы получите урожай на этих полях только в том случае, если выпадут осадки, или растение приспособится к тем условиям, в которых оно будет существовать. То есть оно, если будет куститься, то оно даст, или может быть, только один побег останется. Но в этом случае, если вы будете провоцировать азотными подкормками, я же написала, если меньше 100 миллиметров в метровом слое, мы не дергаемся с подкормками. Мы даем возможность растению приспособиться к этим условиям. И оно приспособится. Растения очень пластичные, растения сельскохозяйственных культур очень пластичные. И урожай вы получите. Да, у вас не будет рекордного урожая. Но урожай вы получите. То есть, это так вот, Горнина, пока, если промокнет метр, нет, вопрос к тому, что не кормить. Считать продуктивную влагу вообще нечего. Нет. То есть, нет никаких запасов, пока не промокнет метр. Эти 50 миллиметров, я ставлю крестик, их нет. Ну, да, сейчас их нет. Или есть, нет, сейчас они есть, они сейчас есть, нет, они сейчас есть для того, чтобы растение взошло. И оно взошло, оно взяло эту влагу. Но влага будет постепенно уходить вниз. Ну, корневая система потеряна. Корневая система, да. И вот это вот, очень хороший вариант, кстати, когда мы говорим, что, вы обратили внимание, что у нас не промерзшая почва. Да. А если не промерзшая почва, что в этом случае, у нас действительно, при снижении промачивания, у нас корни, вот первичная корневая система, которая формируется сейчас у зерновки, она будет уходить вниз. Она будет следовать за этой влагой. Так я ответа не услышал. Вы, нет, вы сейчас не будете иметь запаса продуктивной влаги, достаточного, до тех пор, пока у вас не будет насыщения метрового слоя. Или подвешенной влаги, если она остановится на глубине, там, 60-70. Но у вас эти значения будут минимальные. Они будут 2 мм, 4 мм. Вот точно так же, как мы сравнивали изменения продуктивной влаги с сентября и октября. У нас в сентябре по Азовскому району был 0, а в октябре мы определили 2, 4, 5 мм. О чем это говорило? Это говорило о том, что даже несмотря на то, что осадки не выпали, в почве на грунтовой толще уже появилось движение влаги. Вниз, вверх. И это движение влаги давало надежду на то, что когда выпадут осадки более существенные, то пополнение будет почвенно-грунтовой толще на больших глубинах. А вам сейчас нужно что? Вот этот вот сухой слой. Нужно понять. Он абсолютно сухой? Да, у нас 40 лет, 50 лет дома стоят, в этом году все пополопались. Фундаменты разъезжаются, строение, земля начала двигаться. Ну вот мы с Женей эксперимент проводили. Вот это вот ощущение, что оно сухое, извините, оно не всегда адекватно. Потому что вы ощущаете, что сухо, а на самом деле вот эти 2, 3, 4 миллиметра, которые там есть, они в дальнейшем обеспечат вот это движение влаги. Поэтому если вам не трудно, возьмите, определите, а сколько же там, какой запас влаги. И тогда все станет ясно, что вам предвидеть, на что ориентироваться. Ольга Юрьевна, вот по ситуации на нынешний день пересев грозит на большой площади. Какие может быть районы в зоне Рийска на сегодняшний день? Именно пересев. Давайте вернемся сейчас. Я, наверное, на этот вопрос не совсем отвечу. Это не мой вопрос по поводу пересева. Потому что... Ну, пока растения все живые. Понимаете? Мы откапывали растения, вот фотографировали растения. И сейчас вот ребята, которые едут на влагу, определяют влагу, они привозят растения. Пока погибших растений мы нигде не видели. Ну, и на данный момент растения все живые. Что дальше будет происходить? Смогут ли они пройти все фазы развития? Я не могу сказать. Все будет зависеть от температурного режима, от влаги и от наших умных действий. Хорошо.